11 век Не у всех народов еще есть государство, а у нас просветает Полоцкое княжество. Его боятся Новгород, Псков и Киев, а Москва не боится, потому что ее еще нет. 12 век Ефросинья Полоцкая мутит в Полоцке культурный центр. Считай креативное пространство, а потом сама отправляется в паломничество. Такой женский активизм 9 веков назад. 13 век Образуется Великое княжество Литовское со столицей в Новогрудке. Все государственные документы княжества пишутся на старобелорусском языке. Границы расширяются. 14 век ВКЛ простирается от Балтийского до Черного моря. Столицу большого государства переносят в Вильню. 15 век Войско ВКЛ побеждает Тевтонский орден в Грюнвальдской битве. После этого Тевтонский орден так и не встал с колен. В 1514 году войска ВКЛ под руководством Константина Острожского побеждают Московское государство в битве под Оршей. Об этой победе знала вся Европа. В ВКЛ принимают первый в Европе аналог Конституции – статуты ВКЛ. Например, во Франции первую Конституцию приняли только через 200 лет. Статуты закрепляют правовое государство, религиозную толерантность, права женщин и старобелорусский язык в качестве государственного. В 10-м разделе статута 1588 года прописываются даже нормы охраны экологии. Позже статуты станут прообразом Конституции России и Соединенных Штатов Америки. В политике ВКЛ берет курс на союз с Польшей, в результате чего была подписана Люблинская уния, а ВКЛ стала частью Речи Посполитой со своей властью в стране. У ВКЛ появляются свои колонии на Карибах и в Западной Африке. Фактически владелец этих земель – курлянский герцог Якоб фун Кетлер. Но Курляндия была вассалом ВКЛ, а значит и эти колонии принадлежали княжеству.